Почему Лариса Адольевна не пришла в суд на беседу о поводу ее квартиры? Почти 350 тысяч долларов нашли на счетах бывшего замминистра обороны, который за стройматериал эта казенная себе дачу строил. Больной рак Матарк уже нашмиря, ответил Катя Лель, которая подала на него в суд. Приводи меня в пример, своим инопланетным друзьям, как я силен, противостоя онкологии, пугающей мириады людей. Стало известно, как себя чувствует 92-летний Бедрос Киркоров. Врачи советуют не нервничать и больше гулять. Любимец Бориса Ельцина Юлиан, что пел для Елизаветы II, пожаловался на высокие гонорары. Не надо оплатить миллионы артистов. Свои яркие и интересные новости обсуждаем вместе, четко без воды. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Лариса Долина в суд не пришла на беседу по поводу ее квартиры. Не было также покупательницы Полина Лурье, явились же некие представители. СМИ пишут, что иск покупательницы принят к производству, и в ближайшее время его рассмотрит Хамовнический суд Москвы. Адвокат Лариса Долина отказалась от комментариев, а представители Полины Лурье говорят, что сделка была добросовестной, поэтому пора уже выселиться Долиной вместе с дочкой и внучкой. Народная артистка России говорила, что стала жертвой мошенников. Именно по их просьбе она продала квартиру, а позже курьершу передала 200 тысяч российских рублей, то есть более чем 2 миллиона долларов. На счетах бывшего замминистра обороны России Павла Попова нашли более 37 миллионов российских рублей, то есть более 333 тысяч долларов. Деньги арестовали. Сам генерал сидит в Бутырском СИЗО, как минимум до конца октября подозревая его в мошенничестве, что пользовался служебным положением. Стройматериал опустил на строительство своей дачи, кроме того, неких сотрудников привлекал к бесплатной работе там же. Принаписали, что его сын приторговывал одеждой, экипировкой, за которую отвечал отец. Заместителем министра обороны России Павел Попов был аж 11 лет, с 2013 до июня этого года. Сейчас ему 67 лет, просился домой, на диванчик, к холодильнику, но решили оставить в СИЗО. Больной ракоматарку Жунашвили ответил Катя Лиэль, которая подала на него в суд. Насхищайся мною, Катя. Постаргайся. Приводи меня в пример своим инопланетным друзьям. Как я силен, противостоя онкологии, пугающей мириады людей. Певица обиделась на журналисту после того, как тот высмеял, что она верит в инопланетян, которые, мол, зубы у нее украли, и подала иск о защите чести и достоинства. Журналист же надеется, что суд выиграет, и вспомнил, что уже не раз судился и даже приносил извинения Али Пугачевой. У меня было 26 судов. Один раз я принес извинения Али Пугачевой, которую люблю. Вот тогда я был действительно скотиной. Казать на исках. Катя Лиэль подала его к Кушанашвили еще в марте, когда не знала, что тот болен раком. Ну и сейчас, когда узнала, она не отказалась от своих претензий. Стало известно, как себя чувствует, 92-летний отец Киркорова Бедерес просит не нервничать, больше гулять. Его выписали из больницы. Телеграм-канал Мэш пишет, что врачу прописали лекарство, просили ездить на процедуры. Пожаловался же на здоровье Бедерес Киркорова в конце августа. 31-го болело сердце, которое работает с помощью кардиостимулятора. 6 сентября врачи провели очередную операцию, проверили кардиостимулятор, который установили Бедересу Киркорова в прошлом году, когда выявили ишемическую болезнь сердца, также стенокардию. Любим певец Бориса Ельцина Юлиан, который выступал также для Елизаветы Второй, пожаловался на высокие гонорары артистов. Я не знаю, я не депутат, я просто считаю, что артисты это вообще такие же люди, как и все. Не надо платить миллионы артистам. Юлиан заслуженный артист России, преднародный, в Чечне, Ингушетии и ТВ. Явно сам зарабатывает немного, но действительно высказался по делу. Полностью поддерживаю, однозначно певец за полтора часа, за время концерта не должен зарабатывать столько, чтобы потом несколько лет жить безбедно на широкую ногу. Сам музыкальную школу-то окончил, поэтому в курсе, что труд певца просто ничем не сложнее, а однозначно может быть легче, чем труд шахтера, строителя. Шоу-бизнес в России явно распустили. У меня вот в Беларуси нет такого понятия, даже как шоу-бизнес. И в сцене уже артисты привязаны, как правило, к госучреждениям, к филармонии, к оркестрам. Получают стандартную зарплату, которая, быть может, ниже, чем у кассира в магазине. Такие вот новости, друзья. Что думаете о Ларисе Долиной? Почему она в суд-то на беседу не пришла? Неужели не Барска это дело? В этом представителя направила. Что думаете о судилищу Катю Лилиотара Кушонашвили? Действительно, он зачастую не подбирает слов нормальных, но учитывая, что болен рака, можно-то и простить его. Как он бывший замминистра обороны, явно-то на широкую ногу жил, за бюджетные-то денежки. Просто ужас. Какие мысли о гонорарах артистов? Слышали певца Юлиана? Что вообще про него знаете? Напишите. Ну и можете пожелать здоровья Бедра Сукеркорова. Все, что думаете, обязательно пишите в комментариях, не стесняйтесь. Именно там мы вместе обсуждаем самые яркие темы. Мы находим истину. Оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь на канал. Очередной выпуск новостей уже завтра. Будет что обсудить. Можете подписаться на меня в соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке. И можете, конечно, поддержать канал. Номер, карты, ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Шикарного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова